Живет спокойной и размеренной жизнью. Вот пожалуйста в окошко посмотрите с левой стороны. Установлен настоящий истребитель Л-29. Следует наверное тоже упомянуть, что город Спасклепики упоминается о многоочисленных рассказах Константина Паустовского. Среди них Дорожный разговор, Мещерская сторона и многие другие. В городе сохранилась деревянная свято-преображенская церковь, вот обращали внимание. Ну и из таких интересных событий это еще то, что в Спасклепиках проходили съемки фильма о графике. Режиссер Игорь Апосян в 2006 году. Ну и сейчас мы с вами отправляемся в Касимов, но будем проезжать через небольшой поселочек Гусь-Железный. Значит от Касимова до Гуся-Железного 66 километров и от Гуся-Железного до Касимова 20 километров. Значит у Спасклепиках видите до Гуся-Железного 66 и там 20 километров. Вот такое расстояние примерно до Касимова 90 километров. В Гуся-Железном мы не можем проехать мимо Троицкого собора, где мы выйдем. Попотографируйтесь вы, я вам дам 15 минут времени. И поэтому всю информацию об этом поселке я вам должна дать в автобусе. А так как по направлению Гусь-Железный мы проедем еще небольшой такой поселок городского типа Тума, я сейчас несколько слов скажу о нем, а потом уже начну рассказывать о Гуся-Железном. Название Тума имеет финно-угорское происхождение и объясняют как дуб, гусь, непроходимый лес. Поселок расположен на реке Нарма, это приток реки Гусь и расстояние до Рязани от Тумы 96 километров, от Москвы 200. Статус поселка городского типа был получен в 1938 году. Сначала называл поселок Тума Николаевская, но после 1917 года во избежание ассоциации с именем императора Николая II село стало называться Тума. В 30-х годах здесь произошло антиколхозное выступление крестьян и поводом послужило закрытие Троицкой церкви районной властью. И с требованием открытия выступили 150 человек, а на следующий день их уже было 500. Сейчас Тума, это поселок городского типа, население уже небольшое, чуть более 6000 человек. Ну, работают такие предприятия, как Тумское автотранспортное предприятие, мебельная фабрика, Рязанский лес промход, кипичный завод, асфальтобетонный завод, предприятия по заготовке зерна, сельхозтехника, молочный завод, молочно-товарная ферма. И в Туме находится газовая компрессорная станция Тума, швейная фабрика, ну и в окрестностях, соответственно, везется заготовка древесины. Через поселок проходят трассы, соединяющие Москву с Касимовым и Туму с Рязанией Владимиром. И, кстати, расстояние от Тумы до Владимира 130 километров.